И всем привет, ребят, с вами Старбайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня вместе с вами мы будем обозревать и тестировать новое абсолютно устройство на корпус, на корпус паладин с имеющимся дополнительным дроном. Посмотрим, как это будет себя показывать в рамках матчмейкинга. Ну и посмотрим, насколько это вообще все дело будет актуально. Но если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов. Прямо сейчас у нас есть розыгрыш по моему личному тегу в настройках игры в аккаунтике. Здесь устанавливайте мой личный тег создателя контента, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а я в свою очередь могу лишь вам сказать, что если вам зайдет прям жестко этот обзорчик, то я с этим устройством, а именно с паладина, паладина даже не то что иммунитетом, а устройством драйвер, да, запишу еще какой-нибудь интересный контентичек. Поэтому, если хотите, обязательно поддержите и в комментариях напишите, что хотели бы видеть, возможно, с каким-то определенным сочетанием, я имею ввиду, именно пушку, да, ну либо какой-то, может быть, определенный дополнительный дрон. Паладин у меня новый теперь, скин RT имеется тоже, только я не понимаю, почему здесь RT, а здесь RF, но ладно. Так, но мы берем дефолтный экстишный, берем молот, берем молот, берем молот с штурмовой кассетой, берем дополнительно кризиса, чтобы у нас была возможность максимальной реализации штурмовой кассеты, и берем тот самый заветный, я хотел сказать опять иммунитет, но устройство на корпус драйвер. Оно никак не подсвечивается дополнительно, здесь единственный знак вопросика у нас имеется, и все, и все, больше ничего дополнительно у нас здесь нету, поэтому мы оденем еще, я думаю, что резисты, плюс-минус подходящие для этого вооружения, ну пусть будет плюс-минус так, ну и отправимся в бой, в режим, наверное, выбирать мы не будем, хотя эту комбинацию можно было бы очень жестко реализовать именно в TDM-ке. Ну ладно, давайте попробуем быстрый бой, если вдруг меня сейчас закинет на какую-то не супер хорошую карту, то я ее перепикну, но по идее эта комбинация должна иметь супер быстрый набор, набор дополнительного овердрайва, и каждые, ну, наверное, где-то полторы минуты у меня должна быть своя дополнительная оверка, плюс я оверку еще реализую, короче, должна быть прям очень и очень жесткая темочка за счет такой вот интересной комбинации, но так ли это на самом деле, сейчас мы все это дело вместе с вами узнаем, потому что я еще на этом дроне не играл, ну как дроне, в дополнительном устройстве к дрону. Так, закидывает меня на очень хорошую карту, меня закидывает на как раз-таки на как раз-таки ран, ну и будем пробовать реализовывать, посмотрим, насколько быстро у меня вообще оверка накопится. Оверка дополнительная копится за счет как раз-таки уничтожения противника, у меня уже 40%, у меня уже почти 50%, ну и по ощущениям выглядит, что это... это очень жесткая наборка. За первый респ 60%? 60% овердрайва? Так, подождите, 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 вот это становится прям очень интересно. А интересно, если я прожимаю овердрайв паладина, у меня дополнительно еще быстрее начинает он накапливаться или не накапливается он дополнительно еще быстрее? Так, пробуем вот этого викинга забрать. У меня уже 75%. У меня уже 75% оверки, сливаем вот этого. 90! 2 килла дополнительно, ну и еще 1 килл, 98. Все, овердрайв у меня накопился. Полторы минуты. Так, я очень быстро прожимаю. Надеюсь, что выживу. Надеюсь, что выживу, надеюсь, что выживу, потому что я постарался прям максимально быстро реализовать этот овер. Так, и у меня 11, 11.15 респует мой танк. Ну, грубо 11.20, 11.20. Будем фиксировать 11.20 и смотрим, за сколько быстро я накоплю как раз-таки этот замечательный овердрайв. Пока что флаги особо тащить не будем, да, чтобы у нас быстрой досрочки в рамках этого боя не было. Так, и у нас есть там еще молоты, рельсы, громы. Давайте возьмем резист такой. Молот, рельса, гром. Молот, рельса, грома у меня стоит. Шикарно. Так, противник делает нам первую доставочку. Мне пишут о том, что я уже проиграл. Хорошо, тогда мы накапливаем первый овердрайв. Ну, как первый, дополнительный овердрайв. И посмотрим, кто у нас проиграет в этом бою. Посмотрим, кто у нас будет здесь проигрывать. Так, лево у нас респуется Крусейдер. Пытается, наверное, выждать сосулю. Лево еще заходит у нас Васпи к нам на базу. Попробуем быстро его разобрать. 11.20 был, если что, овердрайв. У меня за, ну, практически минуту. Практически за одну минуту накопился овердрайв. Офигеть. Просто одна минута плюс оверка. Это что вообще такое? Просто это как? Практически минута. Так, увозим флаг на центр. Начинаем. Начинаем. Начинаем делать увозинги. Паладин овердрайв работает на сегодняшний момент времени тоже крайне долго. Поэтому реализация может быть очень-очень хорошая. Единственное, только то, что когда я прожимаю свой овердрайв, то дополнительно с драйвера устройства я ничего не получаю. То есть процент овердрайва быстрее не растет, потому что я уже с прожатым овердрайвом. И эта вещь в свое время фиксилась, чтобы не работала так, что я пока имею овердрайв паладина. Дополнительно еще могу очень быстро набить еще себе овердрайв. Так, пока нулевой урон был, я накидал хорошее количество дэмэджа. Так, есть контактик, есть контактик. Так, пробуем сейчас вот здесь вот еще на врывончик сыграть. У меня уже 70% оверки имеется. Попытаемся увести на центр. Честно, не хотел тут быстро все это дело привозить. Но раз уж у нас тут игроки такими фразами кидаются в чате, то ситуацию, конечно же, надо исправлять после таких фраз. И надо эту каточку стараться быстро в свою пользу реализовывать. Прожимаю овердрайв, сейчас захилюсь чуть-чуть. И можно будет уже наваливать контентику. Так, центр кто-то у нас проходит. 650 очков у меня уже за 5 минут. Попытка увоза по респу. У рельсы вражеской есть Оуди. Но она его не реализует. Рельса дает тычку. И Шарелла от нашего тиммейта. Шикарная, залетает под мой увоз. И делаем уже третью доставочку. 60% овердрайва у меня имеется. От доставок дополнительный процент не дается с дроном драйвер. Все только лишь от киллов. Поэтому наша задача как можно больше уничтожать как раз таки противников. Мамонт в дефе прожимает овердрайв. Отлично. Еще пару танчиков сливаем. У меня уже 97% овердрайва. А это значит что? Это значит то, что мы уже прожимаем еще один Оуди. Вот так вот быстро. Просто один за другим овердрайвы у нас прожимаются. И попытаемся еще чуть-чуть поконтролить. Теперь у нас уже счет 3-1 в нашу пользу. Уже особо сильно торопиться не стоит, я думаю. Можно по максимуму потроллить противников, которые тут, как говорится, думают, что они выигрывают. Вот так. Ну и давайте по респу, наверное, вот так вот через коврики по-красивому попытаемся увести. Еще и противник здесь с флагом. Плохо, если честно. Плохо. ХП крайне мало. И слить я, к сожалению, не успеваю. 41 килл. 7 минут до конца боя у нас еще имеется. Офигеть. Это очень жестко. Это мега сильно выглядит. 50% оверки у меня уже имеется. Вы можете тоже посчитать, сколько овердрайвов я уже прожал. Если я не ошибаюсь, вроде как 3, а может быть даже уже 4 оверки я прожал к этому моменту времени. Можете в комментариях написать. Потому что я, если честно, уже чуточку со счета сбился. Так, есть у нас на центре овердрайв. Но он мне особо сильно не нужен. Главное, чтобы... Ага, викинг раздается. Викинг раздается. Успеет он меня достать? Не, не успеет. Нормально. Хорошо, делаем еще одну доставочку. Проявляется у меня уже овердрайв. Вжимаем этот овердрайв. Счет уже 5-1 в нашу пользу. Быстро мы исправляем ситуацию после 0-1. Так, ну и можно чуть-чуть еще подкошмарить вражеские респы. Аптечки у меня нету. И магнум, к сожалению, у меня ваншоты. 1160 очков. 1160 очков. 48 киллов у меня уже имеется на моем замечательном паладинчике. Ну и честно вам сказать, ну реально есть плюс. Реально есть плюс. Реально чувствуется, что быстрее у меня накапливается овердрайв. Потому что раньше, когда я играл, например, вот просто с реализацией только лишь одного дрона-драйвер, оно так, ну, не ощущается. Потому что у тебя нет никакого дополнительного плюса. А тут у тебя, например, есть кризис, да, и плюс сверху еще драйверы. Получается, что ты своего кризиса ты и так хорошо реализуешь, да. Только за каждый килл тебе дополнительно еще идет процент к овердрайву. И это выглядит, конечно, максимально-максимально сочно. 5 минут до конца. Как будто я даже и не хочу здесь делать досрочку. Как будто я хочу здесь еще чуточку пострелять и попробовать сделать какие-то нереально большие цифры. Поэтому попробуем. Попробуем что-то здесь реализовать еще повкуснее. 54 килла у меня уже имеется. Противник пытается увозить флаг по респауну. Но пока что у них там ничего особо серьезного не получается. О, я чуть в минус не упал. Так, пробуем забрать еще. Но овердрайв у меня появляется. Попробуем вернуться в деф. Помочь нашим тиммейтам на противника увозят по респу. Поэтому нам надо уже выпушивать вот эту замечательную зоночку. Так, где там флаги везут. Нифига, мамонта, конечно, бросает с облегчением, что ли, либо с телефона играет. Не знаю, но бросает его прям очень не кисло. 57 киллов, 1300 очков. Попробовать сделать 2000 очков в этой катке. Я думаю, что это был бы прям мега жесткий результат для подобного боя. Так, и наши тиммейты, по идее, увозят еще один флажочек. Так, успел я убежать на расстоянии от бомбочки? Нет, никто у нас пока что ничего не увозит здесь. Поэтому мы начинаем кошмаринг вражеских респов. Начинаем набитие дополнительного процента. Я, кстати, не знаю, есть ли дополнительный здесь кулдаун у этого драйвера. Потому что, как я знаю, у дефолтного дрона драйвера есть еще дополнительный кулдаун после того, как вы делаете килл. Да, то есть там раз в 5 или в 7 или даже в 9 секунд можно давать килл с дополнительным процентом получения как раз таки овердрайва. Если на этом устройстве такой кулдаун или нету его, здесь не видно. Да, потому что у вас, по сути, ничего не показывается. Но по ощущениям, по ощущениям, как будто он есть, но он небольшой. То есть если вы даете прям 2 моментально быстрых килла, то как будто бы этот кулдаун у вас появляется и срабатывает. Но если вы делаете не супер быстрые киллы, то как раз таки у вас за каждый килл этот процент дополнительный прибавляется. Ну и, как вы видите, овердрайв реально копится очень и очень быстро. Очень быстрое накопление получается у нас дополнительной оверки. Я, если честно, думал, что не настолько приятно и комфортно все это дело будет работать. Да, в моем понимании все-таки мне казалось, что это будет, ну, ну, типа, ну, чуть-чуть, чуть-чуть еле-еле-еле-еле заметно. Да, но на самом деле выглядит прям реально мега круто. Выглядит, что у меня за бой, грубо говоря, становится как будто в 2 раза больше овердрайвов. И мы можем набивать и очков безумно большое количество, и киллов делать еще дополнительно за счет того, что у меня овердрайв появляется намного быстрее. Я намного дольше живу на вражеских респах. Ну и сам паладиномолот как бы в этом плане тоже очень и очень хорошо сочетается. То есть у нас получается супер серьезная жесткая комбина, которая может уничтожать противника. И плюс еще и быстрое накопление овердрайва. Поэтому если вы вдруг получили такое устройство себе в гараж, то вот вам комбинация, которую можно прям очень и очень сильно и вкусно реализовать и добиваться, ну, наверное, успехов, я бы сказал. Да, поэтому я, если честно, очень и очень рад. Рад тому, что появляется у нас что-то новое, да, и можно придумывать какие-то новые интересные комбинации. Ну и, в принципе, даже, даже устройство на корпус драйвер, да, это не какой-то там подрывник, не какой-то там спасатель, да, который, ну, по идее, должен смотреться еще жестче, а просто дефолтный драйвер, который дает тебе процент овердрайва, уже, уже смотрится очень и очень круто. Поэтому я, в свою очередь, жду новые устройства, во-первых, во-первых, жду новые устройства. Во-вторых, наша задача забрать еще одно устройство из этой замечательной мини-игры, да, и это устройство у нас как раз-таки на корпус Crusader, да. Только я прокрутил, и оно у меня улетело. Вот этот вот замечательный Crusader с вкусненьким устройством. И если мы его в ближайшем будущем получим, а я надеюсь, что мы его получим, то это будет тоже возможность на реализацию и запись контента с этим устройством. Быть может, с каким-то другим дроном, да, хотели бы вы посмотреть, поэтому напишите. Будем читать ваши комментарии, ну и пишите вообще, как вы смотрите на всю эту ситуацию. Напоминаю, что 200 лайков это все так же покупка 300 энергии. К сожалению, на предыдущем видеоролике у нас 200-очка не набралась на канале. Я вот только недавно выпустил видос с как раз-таки тратой 350 энергии, да, и у нас набралось 188 лайков практически за сутки, а у нас за сутки именно есть необходимость в наборе 200-ки лайков, поэтому обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Ну и если 200 мы успеем набрать, то еще 300 дополнительной энергии я приобрету, дабы дойти до новых устройств и сделать еще новые интересные обзоры. Ну а если вам понравился данный видос, конечно, уже точно железно можно его поддержать лайком. Подписывайтесь на этот замечательный канал. Не забывайте про розыгрыш. Вся информация по нему есть в описании. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.